Всем привет! Меня зовут Таша и я веду семейный бюджет по системе денежных конвертов. Наша семья состоит из трех человек. Это я, мой муж и маленький ребенок-дошкольник. В сегодняшнем видео я хочу рассказать о том, как мы ведем учет наших расходов. Для этого я использую простую табличку в Excel. Сейчас я все более подробно расскажу и покажу. Учет расходов в нашей семье осуществляется с помощью вот такой простой таблицы. Здесь я указываю месяц, за который происходит учет расходов. Это март 2023 года. Идут у меня следующие колонки. Это продукты. Идет разбивка по неделям для того, чтобы можно было считать, сколько было потрачено средств в определенную неделю. Например, на первую неделю у меня ушло 2400 рублей. И очень удобно то, что можно выделить столбцы. И сумма по ним сразу здесь отобразится, что экономит время для подсчетов. Не нужно вводить их все на калькулятор и считать. Очень удобно. Можно по неделям, либо за две недели посмотреть. И уже посмотреть, оценить, какую сумму лучше запланировать на следующий месяц, на ту или иную неделю. У меня считается внизу сумма. Это идет по всем вот этим столбцам. То есть за месяц, сколько у меня было из расходного денег на продукты. И тут аналогично, сколько на комуслуги, садики, капремонт, на автомобиль, проезд. И все вот эти категории. То, что у меня выделено красным, это я отметила для себя, чтобы знать, какие расходы я уже посчитала. Так как доходы у нас в семье поступают два раза в месяц. Это зарплата и аванс, соответственно. То и распределение финансов по конвертам я тоже делаю два раза в месяц. И расходы тоже считаю два раза в месяц. Здесь у меня есть еще одна вкладка «Конверты». Здесь как раз все те категории, которые есть в моем денежном органайзе. Вот они все. Тут указывается наименование всех конвертиков. Вот она моя табличка. Сейчас у меня тут есть две скрытых столбца. Так, показать. И как раз в этих столбцах у меня указан баланс на последнюю, посчитанный на последнюю дату. И также траты, которые были в этом месяце. Так вот, показать. Вот как раз столбец траты отобразился. И сейчас отобразится столбец с балансом. Вот он баланс на 15 число. Например, коммунальные услуги в этом конверте 1000 рублей. Трат не было, потому что здесь идет накопление суммы, необходимой для оплаты за следующий месяц. И вот уже 1 числа я внесла сюда 5 и получилось 6000. И также я считаю по каждой категории. Тут вот прописала тоже формулу. То, что вот этот столбец. Баланс. То есть, ну баланс минус траты. И получаем остаток. Остаток в конверте. Вот так считаю в конверте. Считаю здесь в программе. Потом достаю свой органайзер. И также проверяю, чтобы все суммы совпадали. Если что-то не совпадает, тогда уже начинаем с мужем вместе смотреть, искать, где же несоответствие, где ошибка. Так, скрыть. Здесь у меня сделано так же. Вот тут скрыто два столбца. Что очень удобно. И в итоге я контролирую и здесь с помощью вот такой таблички все остатки. И физически, когда их пересчитываю в самом органайзере. Вот такая вот простая таблица позволяет мне более эффективно вести семейный бюджет, осуществлять подсчет расходов. Очень надеюсь, что мой опыт был вам полезен. Большое вам спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю вам всего доброго, чтобы ваши доходы росли. До встречи в новых видео. Пока-пока.